Едем, и что-то тоже там, какие-то там были впереди, пришлось стоять ждать, тоже снаряды летали, там поля, мы как мишень стояли, и мы так с Игорем между собой шутили, шутили по поводу всего, Ирина на нас смотрела такими глазами, на Игоря, на меня, потом говорит, один идиот, вторая чокнута, на что ей сказали, сюда другие не ездят, только такие, или ты просто не с теми поехала. У меня двое детей, и мне не безразлична их судьба, младшему моему ребенку три года, 14 числа будет три с половиной года, мальчик, и я не хочу, чтобы он, как и любому родителю, мне хочется, чтобы ребенок жил в нормальной стране, в нормальных условиях, но чтобы он жил в своей стране. Чтобы не было этого всего кошмара, чтобы он спал спокойно, до Бальцево уже мы накануне ездили, ракеты метали, рады тут везде, по бокам, впереди, над нами, ну, оставалась, конечно, надежда, что все-таки это все закончится, ребята отстоят. Вот, выбирались мы уже с Чернухина по полям, потому что на блокпост в Балу, там уже пехота пошла, единственное, боялись, это была зима, боялись зашлифоваться в поле. Когда мы уже проехали на поляну, проехали крест, накрыло крест, конкретно. Потом, ребята, у которых мы были, от которых выехали, из 32 человек, четверо осталось в живых, 28 погибло, их расстреляли. То есть, те, кто должен был им прикрывать спину, ушли, не предупредив, их расстреляли казаки с танком. Начали звонить родные, все. Я заехала в Айдар, мы набрали мешков для двухсотых, мы пытались прорваться. Ну, была надежда через месяц как-то договориться, чтобы забрать тела, потому что они выложили все это на снималик, выложили в Ютуб, и родственники все это видели, своих родных, детей. Естественно, волонтеры были, как какая-то спасательная соломка, палочка, чтобы хотя бы получить тела. Ну, так мы немножко взаимес попали в Дебальцево. Ну, ничего, выбрались, все нормально. К сожалению, многие знакомые остались, ребята, там.